здравствуйте в эфире программа линия правды и я ее ведущий василий павлиди сегодня у нас немного необычный выпуск так как приближается день журналистики работников всех средств массовой информации профессиональных корреспондентов журналистов мы решили точно также позвать к нам гости корреспондента газета кмольская правда наталью яковлеву вот сегодня она у нас студии наталья здравствуйте здравствуйте очень рада вас сегодня видеть нашей уютной студии ну и сразу перейдем к вопросам насколько нам известно вы не сразу пришли к профессии журналиста но как нам известно с детства об этом мечтали вот чем вы занимались до этого и как все-таки решили сменить свое амплуа со старших классов школы я была уверена что я стану журналистом причем меня привлекала именно газетная журналистика одним из любимых уроков школе у меня были уроки русского языка и литературы и все были уверены что я свяжу свою жизнь с филологией однако в 19 лет я поступила заочно на факультет химии и биологии нашего вальхановского университета и пришла в свою школу мои первые ученики были на два-три года младше меня но и тем не менее со своей работой я вполне неплохо справлялась в итоге 17 лет я отдала педагогической стезе но о своей мечте я не забывала у меня был в школе кружок кружок журналистики назвался он до 16 и старше мы очень проводили очень большую работу с ребятами мы выпускали школьный журнал одно время потом нас была огромная стенгазета которая занимала половину стены на втором этаже нам даже выделили в школе маленький кабинет где размещалась моя так называемая редакция но в итоге мои ученики некоторые из них выбрали под журналиста у меня среди моих выпускников два журналиста марина пушкарева и актриса или на шоке его она тоже начинала с того что было что работала в модном журнале и есть один профессиональный художник или на арби имидж сейчас он живет в астане самое перед тем как поменять место жительства у меня был я набирала в кружок у детей с начальных классов и ребята активно участвовали в различных конкурсах мы сотрудничали с детской газетой дружные ребята и одним таким тоже интересным фактом может быть когда наш космонавт айдынаканов спустился из космоса его встретили на байконуре была большая пресс-конференция и его приветствовали нашей открыткой и задавали вопросы которые подготовили ребята из моего кружка но все-таки как вы решили поменять так сказать работу то есть вы 18 лет у вас стажа педагогического как вы пришли в акмолинскую правду в акмолинскую правду путь у меня тоже был достаточно долгим когда мы переезжали сюда в какшата вообще как что это мой родной город я здесь родилась хотя выросла в северном казахстане у моего мужа было только одно условие дорогая пожалуйста только не в школу вот все что угодно и корреспонденты дружных ребят посоветовали обратиться в газету и сказали что поддержали тогда и сказали что все обязательно получится я пришла на собеседование в газету степной маяк это было первое место куда я отнесла свое резюме и меня взяли когда закончился трехмесячный испытательный срок мне кажется что кроме меня об этом уже никто не помню с какими трудностями вот приходится паван на ваш взгляд пересталкиваться журналисту трудности в работе журналиста наверное взаимодействие с госорганами это когда они вовремя отвечают на запрос или когда просто люди отказываются идти на контакт это самая главная трудность а то есть вот так общение с простыми людьми это не вызывает общение с простыми людьми это наверное одна из таких плюшек работы в журналистике это самое интересное вообще что в ней есть и мне кажется что каких-то таких проблем никогда не было за исключением наверное директор одного кирпичного завода который заподозрил меня в том что я обманщица и хочу выведать у него какие-то профессиональные секреты его производства кирпичей единственный кто отказал мне в интервью но какие вообще навыки вы приобрели с приходом журналистику и помогает ли эти новые знания вам ну вот так сказать повседневной жизни самое главное чему я научилась это умение анализировать информацию сопоставлять информацию из разных источников и приходить к какому-то общему мнению то есть не всегда если тебе говорят что это белое на самом деле белое лучше спросить у кого-то еще потому что все может быть совершенно не так вот этот навык на самом деле его очень сильно не хватает в современном обществе то что мы называем до профессионально профессиональным словом фактчекинг проверка информации обязательно не брать на веру сразу все что говорят как обычно вот проходит процесс написания статьи распишите так ну начинается все очень часто с задания редактора то есть это если я буду писать то что конкретно нужно газете например происходит какое-то событие вот сегодня к примеру будет торжественное награждение журналистов и я тоже буду освещать это мероприятие для нашей газеты вообще написание статьи может начаться чего угодно ну например со случайного разговора в автобусе беседа двух бабушек на лавочке под окнами моего мои мои квартиры все что угодно толчок бывает звонки в редакцию это тоже очень интересно когда обращаются со своими проблемами люди и ты стараешься им помочь после этого я начинаю собирать материал собирать факты которые потом превращаются в хорошую добротную газетную статью никогда не пишу от начала до конца это не ко мне я слишком хаотичная для этого я пишу какими-то обрывками эпизодами которые потом в конце как бусы на ниточку превращаются в один цельный материал на ваш взгляд насколько сильно журналистика газетная отличаются журналистики телевизионной можно ли считать что вы например пишите более свободно нежели ну нежели телевизионщики это немножко не так вот работая даст на многие мероприятия мы работаем вместе параллельно с телевидением и очень уважаю ваших коллег потому что так как вы подать информацию кратко емко ухватив самую суть немножко не позволяет наш формат то есть то о чем телевидение рассказывает в пяти словах в нашей газете можно будет прочитать уже в двадцати словах более подробно я бы не сказала что это более свободно это просто другой формат ваш идеальный портрет журналиста каким он должен быть во первых обязательно увлеченный человек когда я начинала работать в степном маяке и задания из года в год на начали повторяться то есть там день семьи я не знаю там день учителя какие-то вот такие мероприятия которые повторяются из года в год моя редакция за мной наблюдала они смотрели и думали и спрашивали интересно когда тебе надоест вот пять лет я в журналистике могу сказать ответственно до сих пор не надоело мне до сих пор интересно как пройдет именно этот день и как сказать ну вот это вот желание писать и желание работать и любовь к своему делу это одно из главных качеств еще одно важное качество в работе журналиста это честность быть честным с самим собой быть честным со своим редактором быть честным с читателем и с человеком да с которым я в данный момент общаюсь это просто вот на мой взгляд обязательное качество поэтому когда меня спрашивают а сколько правды в окмолинской правде и обязательно отвечаю там правда все вот бытует мнение что тв-журналисты не смотрят информационной передачи но либо же очень редко это делают а вот вы часто читаете как собственную газету ну или же другие информационные издания журналы газеты собственную газету я читаю каждый выпуск обязательно потому что это в первую очередь анализ своей собственной работы и любая подготовка к какому-либо профессиональному конкурсу например до конкурсу алтын калам это не столько выбор своих там лучших статей это анализ того что я достигла за год это очень важно на самом деле видеть свой рост видеть какие-то моменты где ты проседаешь и стараться исправить их дальнейшей работе я люблю те выпуски газеты когда я дежурный редактор то есть это человек который после редактора первым видит рождающуюся газету то есть первым и становится одним из первых ее читателей и вот этот вот вот это чудо рождение нового выпуска это всегда здорово то что касается других газет я стараюсь быть в курсе новостей обязательно наших казахстанских немного слежу за развитием событий в мире но то что касается информационных пабликов вот их я не читаю и не подписано в инстаграме или в ютюбе ни на один потому что ну я считаю что все таки информация должна быть достоверная а там многое делается зачастую ради просто ну клик бейта то есть вот если какие-нибудь такие там броски и заголовки видите то вы сначала их лучше раза три-четыре перепроверите и только потом уже будете как так сказать уверены в информации броски и заголовки в интернете я на них не реагирую вообще абсолютно ну из этого вытекает еще и в такой вопрос много ли вы написали таких статей сюжетов которые вы сами очень возможно любите по похвастаться ими перечитывайте ну вот насчет перечитывайте это конечно сложно есть несколько материалов которыми я но не то чтобы горжусь которые смогли изменить что то в жизни людей о которых я писала и вот это всегда очень мотивирует и вдохновляет мы не просто рассказываем о новостях мы пытаемся изменить что-то с помощью своих газетных статей одним из таких материалов которых которые очень сильно запомнился тоже это было еще в период работы газете степной маяк стало интервью с юношей у которого диагностировали вич мы с ним проследили полностью его историю от момента инфицирования и до того как он пришел к нормальной обычной спокойной жизни обычного человека я считаю что это был такой очень необычный материал для нашей газеты очень долго вынашивался материал еще тоже в течение наверное трех лет я собирала информацию о нем я разбиралась хитросплетениях интернет знакомств вот это статья не так давно вы вышла в газете окмолинская правда какие у вас вообще планы на будущее в работе если какие-то темы которые вы хотите осветить но там по ряду причин пока не можете или вот-вот уже в планах для меня есть несколько направлений которые ну по морально этическим принципам очень сложные я всегда очень остро реагирую очень эмоционально на одиноких стариков бездомные животные потом дети оставшиеся без семьи и дети инвалиды это вот просто тема который очень сильно триггерят в связи с этим естественно очень хочется проследить жизнь ребенка оставшегося без семьи разобраться в причинах почему так получилось проследить за его жизнью и посмотреть как он будет адаптироваться уже во взрослой жизни вот это в планах но пока не знаю как потому что тема действительно очень больная а сейчас работают тоже над одной такой интересной темой мы сотрудничаем с центром профилактики вич и я готовлю материал о том как работает аутрич работники то есть люди которые занимаются выявлением ранним выявлением и предотвращением вич в среди скажем так ну не совсем благополучных слоев общества такие люди у нас тоже есть а какие вообще темы для вас наиболее интересны вот чем если такие сферы в которых вы прям плаваете а в каких например вы хотели бы больше разбираться больше как-то изучить для себя что-то нового ну естественно тема номер один в которой мне понятно абсолютно все от начала до конца это образование это вот кстати те новости за которыми я очень пристально слежу и всегда держу руку на пульсе всегда поддерживаю учителей которые приходят к нам в редакцию либо присылают свои материалы чаще всего с ними работаю я потому что я умею переводить с учительского языка на общечеловеческий на самом деле это оказывается целая наука вот очень люблю темы связанные с культурой спортом неожиданно для себя я человек совершенно не спортивный я начала освещать ему спорта сразу как пришла в степной маяк теперь я перешла в окмолинскую правду а тема спорта осталась со мной темы в которых больше хотелось бы разобраться очень хочу научиться интересно подавать репортаж пока вот я в этом я чуть-чуть проседая ну и такой небольшой блиц давайте проведем хорошая книга или хороший фильм бойцовский клуб чака паланика и книга и фильм командировка в район или же в областном центре поработать в район интереснее новая больше положительных моментов статьи или негативных или же вот нейтральный сюжет сюжет который будет показывать проблему с разных сторон из негативных с позитивных быть популярным или оставаться в тени однозначно в тени я всегда за кадром ну и последний вопрос окмолинская правда или кухчей тв это провокация ну что ж наталья спасибо вам большое за такой очень позитивный очень веселый эфир было очень приятно с вами побеседовать и думаю нашим телезрителям тоже будет интересно послушать наш такой мини диалог но этом наша передача подошла по концу спасибо что были с нами в студии работы у василия павлиди пусть вас всегда ведет только одна линия линия правды